Коллеги, еще раз всем привет. Сегодня у нас ожидает реально жаркая дискуссия, потому что все предыдущие спикеры говорили о том, как хорошо делать подкаст, как это прикольно, как это замечательно, что можно сделать все, что угодно, или было бы желание. Но, как и в любой профессии, как и в любом деле, всегда есть боль. И с этой болью по-любому все сталкиваемся постоянно и как-то находим утешение, решение этих болевых точек, как у нас получится, в общем. Дискуссия сегодня у нас будет, боль, и будущее подкастинга. И сегодня первым подкастером, я думаю, все уже прочитали программу, то есть я не буду сейчас перечислять всех, кто будет выступать. Я просто всех вас приветствую. Единственное, что представлю первого, это первый спикер, это подкастерка из Казахстана Мария Шарипова. И тема ее выступления, как тяжело только через подкаст найти монетизацию. Мы вас очень сильно в этом все понимаем. Поэтому хотелось бы выслушать вас. Здравствуйте, Марина. Всем еще раз привет. Классно, что у нас продолжается второй день. Вчерашний день был просто огненный, просто все пролетело, столько классной информации. И очень круто, спасибо большое организаторам за то, что второй день сделали такой открытой дискуссии, где каждый может участвовать, где каждый из нас может быть услышанным. Я начинаю эту секцию боли. Пройдусь очень кратко по основным проблемам и болям, которые, на мой взгляд и на взгляд моих коллег, моих учеников есть в казахстанском подкастинге. Также я общалась с кыргызскими подкастерами, с таджикскими подкастерами. Я думаю, что у многих из нас схожи проблемы. Начну, а дальше, думаю, мои коллеги смогут тоже подключиться и включиться в дискуссию. Во-первых, да, как было видно из результатов, которые представила Бегаим, в 2020 году просто был бум какой-то подкастинга в Казахстане, который мы наблюдали. Если там в предыдущие годы появлялось по одному, по два подкаста, несколько, это были действительно такие энтузиасты, которые, несмотря на маленькую аудиторию, на то, что люди не понимали, что такое подкаст, продолжали делать подкасты, то вот карантин и, в принципе, вот эта культура вся к нам пришла потихоньку, и хотя бы понимание, что такое слово подкаст уже появилось. Но не у всех, то есть есть большая проблема с тем, что такое подкаст. Многие называют подкастом не совсем даже то, что является подкастом, и с появлением Клабхауса люди начали называть свои комнаты подкастами, да, что довольно-таки интересно за какие-то две недели, да, появился Клабхаус, и просто все, кто говорил, я не могу слушать подкасты, я визуал, теперь они все рвутся в Клабхаус, и хотят говорить, и не могли наши подкасты прослушать, а теперь все там сидят, да. Вот, то есть понимание того, что подкаст, многие считают, что это YouTube-шоу, где трое человек в толстовках перед микрофонами просто болтают, да, и абсолютно как бы не зная, да, что какие жанры есть в подкасте, что ты можешь вести аудиодневник, заливать его на платформы, это тоже будет считаться подкастом, либо какое-нибудь расследование, это тоже будет подкастом. То есть тут, наверное, нужна такая вот, ну, постепенная, да, образовательная работа. А еще, конечно, маленькая аудитория, и да, аудитория расширилась, конечно же, но если сравнивать с YouTube, если сравнивать с Instagram, то, конечно же, это маленькая аудитория, и те люди, которые привыкли к какой-то обратной связи в Инстаграме, в YouTube, да, видят охваты на YouTube, они, конечно же, в шоке, они переживают, что у них слишком низкие охваты, и, наверное, it's not worth it, да, то есть игра не стоит свеч, зачем мне тратить столько усилий на условных 100 человек, которые слушают мой подкаст, когда там в Инстаграме я могу поставить таргет, я могу там в GIF, да, может быть, вложиться, и у меня будет 100 тысяч подписчиков моментально, или в том же YouTube, вот, то есть люди не понимают, но больше идет уже понимание, что тут, конечно, целевая аудитория, можно достучаться до своей целевой аудитории, именно в подкастинге, это будет очень классная отборная аудитория без каких-то лишних людей, а также, что удивительно, да, одна из проблем, это сложно себя мотивировать, есть очень много страхов, и психологический барьер, то есть, да, с одной стороны, круто, что есть люди, которые такие, а, все, я запускаю подкаст, то есть есть люди-дуеры, да, например, я проходила марафон по ТикТоку в этом году у российского специалиста, и мне очень понравилось, как он оперировал разными форматами, на его марафоне были и аудиосообщения, и YouTube, видео на YouTube, и он даже руками рисовал схемы, он скидывал видеосхемы, то есть вот все богатство, да, донесения информации, вот, и это очень круто, и такие люди очень быстро адаптируются и понимают, да, для чего им нужен только аудиоформат, для чего им нужен видеоформат, но многие люди боятся говорить на микрофон, они очень боятся того, что их услышат над ними, посмеются, зная все инструменты, как делать подкаст, имея очень крутые темы, так и не начинают, но я обычно говорю, что маленькая аудитория, это очень круто, вы опозоритесь перед маленьким количеством людей, чем если бы это было в YouTube, как бы лучше попробовать и понять, что тебе это не нравится, чем вообще не попробовать, вот, мало разных форматов, мало разных тем и ниш, в основном, конечно, превалирует это мотивирующее интервью с одними и теми же людьми, это вообще общая проблема и в СМИ, редакторов, да, поиск новых интересных лиц, новых интересных героев, вот, плюс еще слабое понимание своей аудитории, то есть многие даже не думают об аудитории, что, а что, меня кто-то будет слушать, мы же тут сами сидим и общаемся, да, вот, при этом подкастеры, именно вот, мне кажется, в подкастинге такая тесная связь со слушателями, да, то есть вот в крутых подкастах я это наблюдаю, что они всегда обращаются к своим слушателям, формируют комьюнити, и просто такие вот, как бы ты не где-то на небе, на пьедестале сидишь, ты постоянно взаимодействуешь со своей аудиторией, это очень круто. Контент на казахском языке, я думаю, что для всех наших стран, возможно, это общая, да, какая-то проблема, что мало контента на казахском языке, те, кто хотят делать на казахском, переживают, что не будет никто слушать, либо еще что-нибудь, и, конечно же, одни и те же спикеры, потому что, ну, иногда ты видишь классного спикера, но он не может выступить, например, на этом языке, вот, и малотематических нарративных подкастов, и, конечно же, монетизация, да, то, что рекламодатели уже в этом году и в прошлом году начали понимать, что такое подкаст, что, да, вот есть подкасты, и, наверное, на них тоже стоит обратить внимание с нашими бюджетами, но они переживают тоже из-за маленькой аудитории, они пробуют, они пока не могут отследить, насколько эффективны были рекламные компании, да, потому что сложно отследить приход, продажи, если ты не даешь какой-то промокод личный, да, подкастер, который озвучивает, и ты уже можешь отследить продажи, но и то это же растянуто во времени, да, то есть подкаст могут послушать сейчас, могут через какое-то время, вот, и поэтому рекламодатели пока все это берут в довесок соцсетями, то есть если у вас уже есть аудитория в Инстаграме, да, или в Телеграме, в Ютубе, то как в довесок на базаре кладут мясо, да, вот, и тут же ты также предлагаешь подкасты, а потом уже оценивают эффективность, вот, и мне кажется, а, ну все, в принципе, про проблемы боли подкастинга, думаю, что мои коллеги дальше тоже добавят, если что, спасибо большое. Спасибо большое, Марина, были немножечко вопросов, но мы их озвучим после, как выступят все спикеры, я еще раз, я забыл сказать, то, что буду показывать спикерам в следующем, вот, блин, за этой флажкой не видно, да, то есть я буду, хотел сделать баннер, я буду показывать у вас осталось 3 минуты, но перекрывать, поэтому буду опять со своим жезлом, для поясника, это значит 3 минуты осталось. Вопросы обсудим дальше. Дальше. Итак, поделюсь поприветствовать следующего нашего спикера, это Стану Кыргызстан, представляет Бегима Ярмек, ведущий подкаста Эки Даргер, и у них одна из самых актуальных проблем, это особенно у тех, у кого подкасты заточены под интервью, это поиск спикеров, то есть рано или поздно они кончаются. И с этой, прошу вас приветствовать. Здравствуйте, уважаемые гости, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Эрмек, ты здесь, да? Да, я здесь. Здесь мой коллега со мной. Да, начинай. Да, здравствуйте. Для начала я бы хотела сказать, что сейчас собрались, оказывается, такие профессионалы именно подкастов, мы немножко удивлены, потому что для нас это совсем новое, как бы всего лишь, скажем так, год в общей степени, а так три-четыре месяца всего лишь. И за нашу работу какие проблемы мы встречаем? Ну, опять те же вопросы, которые касательно, так как мы являемся врачами, и мы выдвигаем медицинские темы именно на кыргызском языке, потому что мы хотим охватить периферию Кыргызстана, потому что вся информация на русском, и все русскоговорящие в столице и в больших городах Кыргызстана, крайней мере, а периферия, конечно, больше разговаривает на родном языке. Вот. И в поисках наших проблем это первая проблема, естественно, это аудитория у нас маленькая, и мы только-только начинаем расти. Вот. А следующее это уже приглашение гостей. Как вы сказали, вот Марина, с Мариной соглашусь, потому что как бы мы СНГ в основном, да, они страдают, вот в основном говорят на русском, а забыли про свой родной на чистом языке, чтобы разговаривать, да, обязательно смешивают, и из-за этого специалисты говорят, вот мы боимся разговаривать там, увидев микрофон, у них там начинается фобия, или они говорят, нет, я недостаточно разговариваю на кыргызском, или вообще они не разговаривают на кыргызском языке, и так как у нас является вот кыргызский, ну, приходится искать как бы другого кандидата, да, вот, вот это вот основная проблема, следующую, про следующую проблему, наверное, Эрмек расскажет, да, Эрмек, давай продолжишь? Эрмек, всем привет, да, я здесь, всем привет, спасибо, что пригласили на такую интересную дискуссию, мне очень приятно, я тоже, как Бигмай сказал, что в сфере подкастинга в течение года, и мы не публичные люди, и нам вообще было тяжело начинать этот подкастинг, потому что как бы мы в своем пузыре жили, и когда хотели что-то записать, были трудности в плане, мы не знали, какие темы поднимать, ну, примерно знали, что поднимать, но именно на какие вопросы отвечать, но потом я дополню насчет поиска специалистов, то, что какие проблемы были, они не мотивированы, вообще они не мотивированы приходить и рассказывать про какие-то медицинские темы, потому что они как бы думают, что то, что они делают на работе, это достаточно, но я понял, что наша миссия не только это лечить людей, но как бы предотвратить вообще любые болезни, а как мы можем это только с помощью каких-либо выступлений, да, скажем, что с помощью подкастов, и когда мы приглашаем спикеров, нам приходится говорить, что это будет полезно для них, они научатся разговаривать на кыргызском языке, потому что постепенно вот этот кыргызский язык, он набирает популярность в нашей стране, и мы говорим, что это будет реклама для вас, мы говорим, что после подкаста мы с вами там повеседуем, попьем кофе, то есть мы просим, чтобы они вообще не боялись приходить к нам, и после того, как мы записываем подкаст, они говорят, оказывается классно, давайте в следующий раз пригласите нас, мы обязательно придем, и когда мы приходим, после записывания подкаста к кофейне, пьем кофе, мы начинаем им пропагандировать, что наша задача врачей, это постоянно информировать население, чтобы они не приходили к нам, когда поздно, приходили, когда заранее цель профилактики, поэтому вот такие у нас нюансы есть, но надеюсь, вот наш подкаст, он начинает набирать потихонечку, но верным путем популярность, и нас сейчас начали часто приглашать на телевидение, и надеюсь, в будущем проблемы с поиском спикеров не будут, потому что врачи иногда некоторые начали уже сами писать, а можно я к вам приду, то есть нам нужно сейчас время, чтобы мы еще дальше записывали, продолжали записывать, в принципе, все на этом, если вопросы будут, я буду рад ответить. Ну вот касательно монетизации вы говорили, да, в ютубе, у нас просто канал в инстаграме и в ютубе, мы об этом даже не думаем, потому что аудитория у нас настолько маленькая, что об этом даже речи не идет сейчас, сейчас вот объяснить людям, что такое подкаст вообще, в целом, да, потому что для них это что, да, и мы объясняем, это как радио, вас не видно, но можно услышать ваш голос, на улице можете слушать или там что-то делая, да, то есть мы говорим удобство и примерно так объясняем, и люди только-только начали вот понимать, что такое подкаст и начали использовать, ну, примерно так у нас, вопросы, если есть, пожалуйста. То есть у нас в принципе такая же проблема, как и у нас в Таджикистане, когда у нас есть авторитарная жизнь, ты хочешь, не хочешь, все боятся что-то говорить, правильно? То есть в принципе сталкиваемся с этой же проблемой. Вот, вот, вот. У нас такая же проблема бывает, просто... как мы пишем разные подкасты, но зачастую бывают и доктора, и финансисты, мы заранее отсылаем вопросы, чтобы они не пугались, что это не журналист, который будет ковырять, и потом мы общаемся долго, потому что не все входит в подкаст. И третья... Кстати, мы тоже так делаем. Это правильно. И мы также ведем большую редакцию. Да-да-да-да-да. И более-менее соглашаются, и многие, кстати, отказываются, к сожалению. Я думаю, вопрос задам всем, кто в чате. Сталкивались вы с тем, что вам отказывали, и какие были на то причины. Мы их рассмотрим позже. Вы пишите свои истории, и мы в конце как раз, может быть, найдем какой-то общий знаменатель, как вы это сделаете дальше. Так, ну давайте дальше туда поработаем. Следующим у нас спикером будет. Большое спасибо, ребят. Следующий спикер у нас... Спасибо. Наша, моя коллега, спикерка из Таджикистана, Зиба Таджибаева, автор подкаста «Новые медиа». И у нее такая следующая боль. Каково быть первым проходцем? Пожалуйста, Зиба. Привет, коллеги. Если вы не против, да, искандал. Мы просто сидим в одном кабинете, и друг друга тут... Микрофон выключай. Так. В принципе, это несложно. Было возможно. У меня небольшая презентация, потому что мне так легче будет рассказывать. С вашего позволения я ее включу и расскажу. так, все. Нет, я просто переключилась. У нас была вообще задумка, и это было вообще смешное такое, как бы, как сказать, название, да, это было, родилось оно намного раньше, три медведя, просто трое интересных мужчин, решили пошутить и создали себе такое вот лого три медведя, белый, бурый и панда. В конечном итоге это просто стало уже брендом, и теперь как раз-таки наши подкасты знают именно и связывают с тремя медведями. Хотя я у них там четвертая ведущая, но три медведя все-таки главные. Мы начали подкасты в прошлом году, и мы начали их записывать во время пандемии. Это был март месяц. В Таджикистане не признавали наличие коронавируса, но при этом болели уже все, и мы планировали вообще делать подкасты на актуальные темы и на новоскоперя в основу какие-то информационные поводы, но потом поняли, что невозможно перекричать информационный шум вокруг коронавируса, мы начали писать все, что связано с пандемией. И первый наш подкаст, мы решили первый выпуск, это значит выстрелить или же провалиться сразу. Мы нашли девушку-таджичку, которая в этот момент находилась в Европе, и она заболела коронавирусом. На тот момент она уже пошла на поправку, но у нее был опыт, который она пережила сама, и мы записали подкаст именно с ней, то есть ее историю. Единственное, что она попросила немного изменить голос и не называть ее, чтобы не беспокоить родственникам, которой она не сказала, что она болеет, но так мы и сделали. Вот тогда, на тот момент у нас была только идея, правда, единственное, что мы успели сделать, это мы закупили оборудование очень хорошее, не было практически никакой аудитории, и была небольшая аудитория, которая была на сайте нашем, у нас еще есть свое собственное медиа, YORTA.JM, и, соответственно, не было навыков. Навыки у меня у Бехруза, это Бурый, есть как радиоведущих, у нас же с ним есть опыт по монтажу звука, и плюс еще я прошла четырехдневный, по-моему, тренинг о том, как вообще делать подкасты в Грузии. Это все, что у нас было на тот момент. Первый выпуск, как я говорила, мы делали с девушкой с Вены, было 40 тысяч прослушиваний на Ютьюбе и около 300 прослушиваний на Анкоре, то есть по всем платформам. Мы пишем, сразу оговорюсь, мы пишем две версии. Мы делаем видео-версию и аудио-версию. И я объясню, почему это важно сейчас для нас. И 40 тысяч у нас было прослушивания в Фейсбуке. Мы поставили только картинку и, соответственно, звук прицепили к нему. Точно так же мы залили в Ютьюб и раскидали во все платформы, так как мы сходимся на Анкоре, у нас есть возможность. Мы подключили Яндекс.Музыка, подключили Apple подкасты, Google подкасты, Spotify, все те, которые ресурсы дает Анкор. Сейчас прослушиваний там, в принципе, не так еще много, там около в среднем один выпуск прослушивает 100 человек, но тоже неплохо. Второй выпуск мы писали с психологом и он тоже вдохновил нас, потому что был очень хороший фидбэк был. Было очень много вопросов, очень много знакомых наших потом обратились к этому психологу для психологической помощи и так далее, и так далее. Третий был провальный. И нас спасло только то, что мы не опустили руки, мы продолжали писать. У нас единственное, был очень большой перерыв, полтора месяца, когда редакция вся западлила коронавирусом, и мы полтора месяца практически ничего не выпускали. Но за 10 месяцев, которые мы начали работать, подкаст, вот первый выпуск 26 марта был, за это время мы записали 40 выпусков подкаста. То есть по 4 в месяц это мы выходили каждую неделю. Почему? У меня тут эта картина. у вас микрофон выключился, мы вас не слышим. Ключий звук. А, все есть. Да, спасибо большое. Тут просто я еще никак не могу раскроить. Вот. Почему пошло? Потому что была видео-версия. Вы понимали, что аудио-версия в Таджикистане вообще никто практически не слушает подкасты и не знает, что такое подкасты и не приучит слушать аудио и аудиокниги, потому что мы вообще аудитория, которая, по крайней мере, хотя бы знает, что такое аудио, она же проживает в больших городах. Города у нас очень маленькие и сами понимаете, что аудио это только тогда, когда есть большие расстояния, которые проходишь пешком, либо ты занимаешься спортом. Тогда ты воткнул уши и пошел. В Таджикистане, в Душанбе, например, с одного конца до другого можно дойти за полчаса. Город маленький, поэтому мы делали основной акцент все-таки на видео, приучая потихоньку слушать аудио. Новый тренд, и все просто кинулись, всем стало интересно. Хороший звук. Мы не поскупились на то, чтобы купить себе хорошее оборудование, несмотря на то, что мы писали просто в обычном кабинете. Наличие хорошего оборудования позволило делать очень хороший звук. И сейчас, например, к нам приходят записываться люди, подкастеры, которые только начинают запускать подкасты, берут у нас в аренду либо оборудование, либо полностью мы им монтируем, все предоставляем, и они записывают здесь. Только вот я говорю благодаря хорошему звуку. И сейчас у нас, правда, уже мы можем похвастаться крутой своей студией, где можно делать крутое видео и писать хороший звук. И регулярность. То есть, несмотря ни на что, выпуски должны были выходить регулярно. Вот мы поставили себе цель, что каждую пятницу у нас во второй половине дня выходит подкаст. Хоть тресни, хоть умри, но выпуск должен быть. Только регулярностью можно достучаться до своего слушателя. Такая смешная аудитория, если честно, у нас. Мы пишем под аудиторию 24 плюс до 45, но получилось так, что видео у нас просматривает 28-42, а аудио прослушивает 17-24. То есть, вот так поделилась аудитория. Ну, в принципе, это радует. Мы такое большое возрастное берем охват. Так, что сейчас мы вообще делаем? Мы пишем, у нас параллельно выходит несколько подкастов. У нас «История мировой экономики» выходит два раза в месяц по пятницам. Мне не страшно, мы записали подкаст об аутизме родителях и специалистах, которым не страшно говорить об аутизме и которые готовы делиться своим опытом и историей. И это будет по понедельникам с 1 марта 10 выпусков. Такой вопрос. Очень много бывает тем, которые невозможно подсунуть под какую-то определенную тематику. Но есть интерес у людей и мы решили, что это будет такое общее название. Такой вопрос. Такой вопрос, я не знаю, будем сегодня говорить об анализах крови. Или такой вопрос, завтра мы говорим о сотовой связи. Бизнес-среда, это будет подкаст, который будет выходить только по средам два раза в месяц. И все это мы продали. То есть у нас все подкасты проданы. Так, куда дальше? И что мы еще, как аудиторию все-таки приучить слушать? Мы решили, что нам нужна расшифровка подкастов. Сейчас не всем удобно посмотреть, не всем удобно послушать, а мы хотим все больше и больше аудитории. И мы решили, что мы будем делать почтовую рассылку с расшифровкой подкастов. Плюс мы добавим почтовые рассылки. Это как раз будет касаться только бизнес-среды. Два раза в месяц будет идти расшифровка подкастов, два раза в месяц будут идти полезные советы от экспертов именно для предпринимателей. И мы планируем выходить на радио, то есть размещать наши подкасты на радиостанции. Таким образом мы просто будем расширять больше аудиторию и, соответственно, больше зарабатывать. Для чего мы вообще здесь все собрались, чтобы заработать. Спасибо большое. И как теперь отключить демонстрацию экрана? У меня... Так, все. Так, это будет как у меня. Спасибо большое. Тут накапало очень много вопросов. Спасибо, Зибу. Мы все обсудим позже, пока скидывайте в чат. И сейчас хочу поприветствовать нашего следующего эксперта. это Узбекистан. Дорида Соло. Почему пока не получается? Мне тоже интересно, почему пока не получается. Давайте все выслушаем. Дорида, вам слово. Всем здрасте. Меня слышно? Нормально? Хорошо? Да. Все прекрасно. Надеемся, интернет не будет подводить. На самом деле у Узбекистана, как и у всех наших стран Центральной Азии, свой особый путь развития. И у нас он настолько особый, что подкасты это такая отдельная тема, которая только-только сейчас начинает как-то забирать слушателей к себе. И то это не происходит на уровне платформ типа Ядекс.Музыки, Spotify, Apple Music. То есть это все либо сидит где-то в Телеграме, потому что практически все страны Центральной Азии и коллеги знают, что Телеграм у нас самая любимая площадка для коммуникации. И исторически так сложилось, что практически все происходит именно в нем, в своей какой-то вот этой сфере. И там, например, есть такой сейчас подкаст относительно недавно запустился нетелефонный разговор, то есть девочки находят разных героев, интервью берут у них, и все это также отправляется в Телеграм. Или вторая альтернатива, то есть это происходит на Ютубе, но это не совсем в привычном слове подкаст, скажем. Это больше, наверное, какая-то радиорубка, где люди записывают на видео то, как они сидят и разговаривают с микрофонами, то есть, ну, и все это вот в формате видео происходит. Вообще, мы пытались сделать подкасты с командой Хука, мы начали это делать еще в 2017 году, как раз, когда у нас представился один президент и появился другой, мы решили, что нужно попробовать такой жанр подкасты, тогда это было еще совершенно вообще для всех чуждо, назвали его Citizen Inside и находили там разные герои, потому что, ну, мы говорим о том, что это определенная реформа, это определенные изменения о том, что происходит в стране, и такой, знаете, был негласный сигнал о том, что говорить теперь можно, то есть, можно что-то обсуждать, можно о чем-то разговаривать, можно что-то с этим делать, конечно, это все были такие пробные шаги, было все равно еще ощущение, что людям немного страшно о чем-то рассказывать, даже если это совершенно такие невинные вещи, которые, в принципе, вообще никак не связаны с политикой, но мы столкнулись с тем, что фактически это практически никому не было интересно в 2017 году, очень мало было прослушиваний, то есть 30-40 прослушиваний за один подкаст в 30-40 минут, при том, что тратилось на него очень большое количество времени, то есть нам приходилось ездить на студию, записывать, потом мой коллега Борис это монтировал по несколько часов сам, то есть выбирать музыку, выбирать это все, интегрировать это в Apple подкасты, мы делали в SoundCloud, по-моему, мы их тогда в 2017 запихивали, в общем, было очень трудоемко, и выхлоп получался очень маленький, то есть было несколько человек, которые нам постоянно говорили, ребят, у вас такие классные подкасты, вы это все классно делаете, ну почему вы не продолжаете, и ресурсы нужно было, так как у нас очень маленькая команда, ресурсы приходилось просто переносить на более важные дела, вот, когда мы закончились с Citizen, мы вернулись, не вернулись, когда мы сделали хук, мы вернулись к подкастам, назвали их Мирное небо, это у нас есть только в Узбекистане, МЭМ, наверное, он может быть знакомый другим странам, потому что в стране может происходить все, что угодно, но в любой непонятной ситуации политики говорят, что зато небо мирное, особенно в Узбекистане это прямо наше любимое, поэтому мы назвали наши подкасты Мирное небо и начали обсуждать проблематику, то есть проблема феминизма в Узбекистане и сексизма, проблемы там того, что происходит с наукой, мы обсуждали строительство АЭС, не было проблемы находить экспертов на самом деле, то есть так как в Ташкенте и в целом в Узбекистане практически никто этого не делал, скажем так, особо, очень много героев могли что-то рассказать, плюс мы пытались находить кого-то, кто, скажем так, обладает какой-то особо интересной компетенцией в этом вопросе, поэтому мы брали ребят не из Узбекистана, не из Ташкента, то есть когда мы обсуждали АЭС, это были специалисты энергетики, которые вообще жили в Сингапуре, то есть они с удовольствием в этом хотели поговорить, рассказать. Проблема, наверное, здесь из... я появилась, ташкентский интернет, уже тревогу забили. Ташкентский интернет, он такой, я прошу прощения, вот, то есть с удовольствием люди делились, с удовольствием люди рассказывали, проблемы здесь в языках, то есть к сожалению, я не владею узбекским языком, ну и вообще у нас в Узбекистане такая интересная тенденция, что далеко не все в Ташкенте говорят по-узбекски, и уж тем более если говорят, то это вряд ли литературный язык, там, новаи, и кого-нибудь еще в этом духе, то есть здесь больше, конечно, базарный такой макуасану, что-то в этом духе, это такое непонятное, что даже сами люди не очень понимают, о чем речь, и поэтому чем больше ты говоришь по-русски, сейчас, в принципе, это не только с подкастами это проблема, она вообще с любой аудиторией, то есть русский язык потихоньку уходит на второй план, и люди, которые им не владеют, к сожалению, остаются где-то вот там в апграунде, потому что в основном вся аудитория, она сидит и разговаривает на узбекском языке, но здесь есть другая проблема, порог вхождения информации у аудитории на узбекском языке гораздо ниже, то есть нужно адаптировать, нужно очень сильно менять темы, нужно каким-то образом это все подстраивать, потому что, ну, условно, вы не будете обсуждать тему ЛГБТ или тему там, феминизма с людьми, которые, в принципе, ну, им вообще не до этого, у них там главная проблема, это, скажем, условно выжить, пропитаться и так далее, то есть, какие-то такие совсем разные категории, вообще, ну, как и, наверное, во всех наших странах, Ташкент и Узбекистан это совершенно разные вещи, это, скажем так, несколько разные планеты, поэтому сейчас проблема стоит в том, что аудитория вся в основном на узбекском языке и она работает с узбекским языком, а мы работаем с русским языком и поэтому нам немного сложновато, но подкасты, в принципе, это очень полезный опыт, потому что у тебя ставится голос через какое-то время и ребята там тоже это, наверное, начали понимать на своем опыте, ты учишься сам монтировать, сам снимать, то есть, мы в какой-то момент наловчились, мы записывали подкасты на iPhone просто, потому что, ну, финансово тратить не очень хотелось попадать на студию каждый раз, когда выхлоп очень маленький, поэтому для нас это, конечно, был великолепный опыт, мы к нему еще будем возвращаться, потому что сейчас потихоньку сама аудитория, как минимум, в Ташкенте начала так вникать в суть, получать от этого удовольствие, то есть, например, если посмотреть статистику, которую периодически Яндекс по Узбекистану публикует, то есть уровень прослушивания подкастов стал гораздо выше, ну, и качество интернета здесь, наверное, играет очень большую роль, потому что в 2017 году все равно еще было немного хуже все, то есть и с качеством, и с пропускной способностью, и с количеством базовых антенн, да-да-да, я заканчиваю, поэтому, исходя из этого, не у всех была возможность прослушать там 30-минутный подкаст с мобильного интернета, ну, это деньги, это ресурсы, которые, ну, к сожалению, не у всех были. Сейчас в 2021 стало чуть легче, все-таки вышки появились, интернет продвинули, поэтому люди начали слушать, поэтому я надеюсь, что все же к периоду 2021 года мы, ну, сделаем какой-то скачок в этом направлении, и подкастов будет больше. Пока не появляются на других платформах, но я думаю, что ребята будут осваивать что-то новое, и мы, наверное, тоже вернемся к этой теме, потому что подкасты это здорово, это интересно. Все, спасибо всем. Спасибо большое. И что, перейдем к вопросам, тут появился очень интересный комментарий, я думаю, мы им и начнем. Мы эти боли просто озвучим или будем находить решение? Вот такой вот был вопрос. Но боли мы все озвучили, теперь давайте находить решение. Здесь вот первый вопрос. Спикеры есть? нет соответствующих им ведущих подкастеров. Что вы думаете об этом всем? Стоит ли нам работать над собой подкастеры? Потому что, видите, как получается, спикеров много, а подкастеров нет. Что вы думаете об этом? Марина? Над собой работать нужно всегда. Какой-то интересный вопрос. Конечно, тем очень много, неохваченных. Вообще, если взять любую тему, наверняка на нее есть какой-то подкаст. Вот. По поводу того, что подкастерам стоит работать над собой, ну, мне кажется, это естественно. И даже, вот если смотреть там свои первые выпуски, да, какие-то, я даже хотела их удалить, потому что, естественно, с тех пор многое изменилось. Но это тоже мило, то есть я задавала такой вопрос подкастерам, говорю, может быть, стоит перезаписать какие-то первые выпуски, которые были не совсем удачные, где там, ну, и как интервьюер я не очень, и по звуку, но мне он сказал, ну, почему это же мило? На Ютубе многие классные ютуберы оставляют свои первоначальные видео, и ты можешь видеть, что у человека был рост. А тут был еще такой вопрос, он больше адресован к вам, интересно, как быть в случае, когда гости не хотят видео? Да, но мы стараемся, в принципе... Ваша камера выключена. Ну, камеру можно... Звук выключи, пожалуйста, свой. В принципе, мы старались искать только тех, кто говорит на камеру, потому что бессмысленно давать аудио, если у нас есть видео-версия. Поэтому, конечно, были, возможно, такие варианты, что да, я не готов, люди стесняются и так далее, но мы старались разговорить всех. Вот даже сейчас, например, когда мы писали женщин, мам, детей с аутизмом, некоторые очень сильно волновались, но мы, наверное, час уходило у нас подготовку к тому, чтобы женщина успокаивалась и начинала говорить на камеру. И причем камеры стоят так, что они вообще не напрягают. Все спокойно. Мы всегда говорим, что это разговор, это не интервью, вы не на телевидении, это не онлайн-трансляция. Вы можете просто остановиться, сказать, мне нужно передохнуть и продолжаем дальше. Вы можете всегда переговорить все, что вы сказали, если вам не нравится. То есть мы стараемся создать такую максимально комфортную обстановку, чтобы человек не стеснялся говорить на камеру. Ну вот как бы так. Спасибо большое. У меня сейчас будет вопрос, наверное, ко всем, но в большей степени, потому что романтизацию говорила Марина, а про то, что протно говорила Зибо. Так вот вопрос. Можете расшифровать шире, что вы имеете в виду, когда вы говорите про подкасты про РОВНО? К вам пришли или вы сами шли и продавали свои подкасты? Марина, давайте выслушаем вас первую, так как вы говорили про монетизацию. Да, ко мне пришли в первую очередь, можно сказать, и как я говорила, первый опыт монетизации, он был так, пакетом, да, к основным соцсетям, то есть, получается, компания хотела сотрудничать, например, по Инстаграму, по Телеграму, ТикТоку, и я предложила еще и задействовать подкаст. И то есть, для меня это было очень важно, чтобы оценить эффективность в подкасте, как это сработает, и плюс еще компании показать, и это сработало очень хорошо. это был эпизод про инвестиции, и спикер очень доходчиво простым языком рассказал, то есть, цель, как информировать население о том, что инвестировать легко, и можно при помощи вот этой компании, да, вот, причем не было такого явного, явной рекламы, не было вообще, то есть, это был такой же эпизод, как и все предыдущие, там не было, я против того, то есть, я сразу объяснила, что это не будет такой коммерческий, где будет там постоянная реклама, вот, получается, да, что пришли сами, но при этом подкаст я протолкнула, вот, и, как вот говорила, что это классно подавать вот в пакете с другими какими-то социальными сетями и придумывая разные интеграции, потому что разовая интеграция, даже, например, вот, если просто вы упомянете в своем одном эпизоде, да, один раз назовете, например, компанию партнера, то мало кто, наверное, запомнит, то есть, это нужно делать регулярно, и плюс еще мне очень нравится, как в других подкастах привязывают и тему, да, и при этом еще иногда спикер, да, с компанией партнера тоже выступает, то есть, все звучит очень нативно, у тебя нет, у тебя нет ощущения, что тебе что-то продают, вот, но при этом ты узнаешь больше, и важно, чтобы ценности совпадали, конечно же, партнера, ну, чтобы это не было что-то токсичное, чтобы это совпадало с ценностями вашего подкаста, а в целом, я думаю, что это нормально, если предлагать компаниям, да, ну, со своей статистикой, с информациями, то есть, это все то же самое, как продажами заниматься, и, как люди говорят, если ты в 100 компаний постучался, и тебе 100 отказали, то значит, да, монетизации там нет, тогда можно сказать, что нет. Спасибо, Марина, Зибо, вы как первого проходите, у вас как проходят процессы? Мы, мы долго пытались, конечно, продавать, продали мы, конечно, это все только вот последние 2-3 месяца. В принципе, у нас, смотрите, два подкаста, два цикла, «Мне не страшно» и «История мировой экономики», это даже не, в принципе, не коммерческие, но никто же не запрещает предлагать каким-то международным организациям какие-то проекты, то есть, фактически зарабатывать на них, только тут единственное, что заказчики были, то есть, это не наши проекты, были заказчики, которые получили деньги у доноров, и пришли к нам, сказали, нам нужен вот такой-то контент, мы фактически на этом зарабатываем, но это не коммерческие проекты, а вот два, это у нас такой вопрос, и бизнес-среда, это коммерческие, но так как бизнес-среда, это полностью под предприниматели, мы продаем эти подкасты, вот цикл мы вообще продаем по даже выпускам, сейчас, например, мы четыре выпуска продали Европейскому банку реконструкции и развития, которые заточены, то чтобы, заинтересованы в том, чтобы продвигать свои услуги, консультации малому бизнесу, и мы рассказываем, как малый бизнес может получить эти консультации, причем консультации эти будут в виде гранта для малого бизнеса, это полезный контент, и, соответственно, Европейскому банку тоже интересно, потому что таким образом они получат себе новые проекты, у них тоже свои стратегические цели в этом направлении, а такой вопрос мы продаем всего 16 выпусков, 8 мы продали Мегафону, но там такое дело, что вопросы собираются в соцсетях, и, например, мы берем одного человека от сотового оператора, который рассказывает, а почему такие, например, дорогие тарифы у вас на интернет, и мы играем с этой темой. В следующий раз у нас тема, а почему у вас черту такая связь ужасная, и такое качество интернета, и технически директор просто объясняет, и так далее, то есть вот мы постарались сделать так, чтобы это была не реклама, а полезный контент, полезный и слушателям, и, соответственно, самому Мегафону. У них есть возможность ответить на все больные вопросы своих абонентов. Все. Ну вот, в принципе, спасибо, Зима. Сразу следующий вопрос, я думаю, это очень важный вопрос, также если вы собираетесь монетизировать свой каст, у вас должна быть статистика, то есть тут вопрос вы звучал, откуда вы берете статистику с Анкора или где-то еще в других местах? Вопрос, я думаю, ко всем. Давайте начнем. Зима, давайте покрасим. Да, Анкор выдает статистику сам, он показывает на каких платформах больше всего прослушивания, он показывает странные, регионные прослушивания, показывает возрастную, а то же самое дает Facebook и YouTube, в принципе. То есть мы собираем всю статистику вручную, да, на Анкоре она суммируется по Яндекс.Музыке и по всем остальным платформам, Apple подкасты, Google подкасты, Spotify и так далее. По визуальной части мы собираем статистику с Facebook отдельно, с YouTube отдельно. Ну, вот как бы так. Коллеги, вы тоже самое делаете, у вас есть какие-то дополнения? Вопрос был всем. Можно, да, ответить из Кыргызстана? Да, да, конечно. Вот мы вот Анкор берем и Instagram нам помогает. Там тоже уже сказали, там вся процентность, вся возрастная категория, все выдается. Вот. И рекламу тоже даем в Instagram. То есть вы прям проплашиваете рекламу? Да. Было, наши спонсоры были, которые нам вот так вот помогли. Два сезона. Продолжение подкаста. Да, они... Да, 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 да. Два сезона они нас поддержали. Так, отлично. Давайте подведем следующее. Сейчас мне будут чать и пишут. Смонечку. Просит дать Ильдару слово. Ильдар, давайте вы напишите, а мы это все озвучим. У нас времени осталось не так много. То есть здесь у вас есть какие-то у всех вопросы. Пишите, пожалуйста. Мы будем стараться по возможности озвучивать. По поводу Spotify. Здесь также позвучил вопрос, что Spotify подкасты недоступны в СНГ. То есть мы все говорим, что мы есть Spotify. Размечается? Это вопрос всем. То есть вы размечаете Spotify, какая там статистика. Просто Spotify, ну я от себя могу сказать, он доступен, в принципе, в странах СНГ, если у вас телефоны Mi, Redmi и Xiaomi. Ну, в принципе, одно и то же. Потому что на них можно взламывать все эти дела. Ну, вопрос вам у нас. Spotify стоит размещать или нет? У меня, например, Spotify дает большой охват, большую аудиторию, потому что очень много... Во-первых, молодежь вся уже в Таджикистане взломала. И они скачают эту музыку и так далее, и так далее. Есть те, которые даже покупают, потому что, в принципе, доступ не такой дорогой. 23 доллара в год, по-моему. И очень много таджиков, которые работают и живут в Америке, и они тоже слушают. Я просто вижу, что по аудитории, например, у нас идет Таджикистан, Россия и США. То есть нас слушают больше в США. И я понимаю, что это вот как раз-таки та аудитория, которая стоит здесь. А коллеги из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, что вы делаете с Spotify? Вы также размещаете там? Стоит ли вообще там размещать, если большой выхлоп от него? Или же все-таки другие каналы лучше? Вообще, да, нужно размещать на всех площадках и использовать все возможности, чтобы достучаться до своего слушателя. А в Spotify, если ты на Анкоре хостишься, то в Spotify уже автоматически распространяет. И плюс еще к вопросу по статистике, до этого был, если вы в Apple подкасты под своим, сами распространяете через RSS Fit, то вам доступна потом статистика. Вы можете только по Apple посмотреть статистику. Например, дослушиваемость, на каком моменте отваливаются ваши слушатели. А вообще все это, конечно, мне кажется, никто не может сказать «делайте так, делайте так, подкасты с Spotify никогда не размещайте» или еще что-то. Это же все тестирование гипотез, то есть ты пробуешь, ты размещаешь и на YouTube с картинкой, без картинки, ты размещаешь в Telegram звуковой файл или трейлер и вот смотришь, как это работает. То есть у каждого свой опыт и каждый может на основе своего опыта сказать. Но цель, конечно же, достучаться до большего количества своих слушателей. Мы и в IGTV пробовали заливать. Я знаю, что Амина тоже так же делала. Не просто трейлер, а целый эпизод. Спасибо. Коллеги из Узбекистана. Ну, если по Узбекистану смотреть, так, меня слышно? Да, на всякий случай. Да, я слышно. Если смотреть по Узбекистану, то здесь пока мы не можем говорить вообще о размещении сторонних ресурсов. Ну, к примеру, мы пробовали размещаться в Apple подкасты, ну, то есть мы интегрировали туда свои подкасты, то есть и прослушивание было в сравнении, например, с тем же Telegram, совершенно минимальным. Ну, опять же, это было 2-3 года назад. Я не знаю, как это может быть сейчас. То есть чтобы понять, нужно, опять же, пробовать, смотреть. Но я знаю, что у нас не так сильно слушают Spotify в принципе. То есть здесь больше, наверное, если бы мы делали в Узбекистане, то есть советовали бы что-то по Узбекистану, мы бы советовали делать упор больше на Яндекс.Музыку, потому что она тут сейчас работает с мобильными операторами разными. То есть они постоянно проводят какие-то скидки, розыгрыши и так далее. Поэтому очень многих как раз-таки вот Яндекс.Музыка работает, приоритет. Спасибо большое. Тут еще вопросы, думаю. Да, вот. Касательно вот Spotify, Кыргызстан, ну, я не знаю, насколько она широко использует, но я так думаю, что меньшее количество людей использует это. И мы, у нас нет опыта выкладывать туда, не было. Но это заметка, на заметку возьмем. Тоже точно, можно выкладывать везде как можно чаще, как можно больше, чтобы охват был шире. То есть он всегда, охват не бывает лишним, то есть послушаем должно быть лишним. А такой вопрос по поводу расшифровки. То есть расшифровка сложных тем. Обычно научных, бытовых, общесоциальных тем нет. И люди считают, что нет в этом смысла, так как размазывается пара мыслей, и материал становится менее плотным. Что, Зибол, можете сказать более конкретно, что значит расшифровка, и как она вообще делается, тому всем коллегам будет полезно услышать. То есть это отдельная редактура или что? Расшифровка, это вот построчный просто набор, как это делает, например, Эхо Москвы своих фехиров. То есть мы собираемся просто набирать весь текст, ну, конечно же, потом будет смотреть редактор, но и будем убирать воду, чтобы люди просто могли почитать, потому что не все, особенно предприниматели, находят время прослушать подкасты или просмотреть его. И поэтому это будет просто построчный набор, как делает Эхо Москвы. Но это все-таки расшифровка, не дайджест, это не короткое содержание. Это будет больше расшифровка, чем дайджест. Спасибо. Спасибо большое, Зибол. Так, коллеги, у нас осталось немножко времени, и вот тут есть еще один тоже актуальный вопрос. Он звучал, в принципе, не первый раз, не сегодня, он так завершал и вчера. У нас немножко разделились лагеря, то, что есть люди, которые пишут только подкасты аудио, и есть люди, которые советуют писать и видео подкасты. То есть мы для себя, конечно, свое выбрали, мы пишем видео подкасты. Как вы считаете? Я понимаю, что сложнее, тяжелее, возможно, дороже, но YouTube не покупает, и вам больше подписчиков, чем есть сейчас. Давайте начнем с вас, Марина, мне кажется, стоит здесь. Видеоверсию подкастов я не делала, но вот недавно мы запустили подкаст три недели назад, подкаст о маркетинге и диджитал, простыми словами, под названием «Ответили в директ». Этот подкаст мы зарегистрировали еще в октябре, в ноябре прошлого года, и хотели делать его параллельно с видео, потому что у моей партнерши, у нее семейный бизнес это видеопродакшн. Получается, что к видео доступ был, но делать одновременно и аудио, и видеоподкаст, сохраняя там тот же самый, ну ту же дорожку, да, и редактировать все это параллельно, и причем при смысловом монтаже там еще очень много всего убиралось, в общем, у нас не получилось, и поэтому мы пока мысль о видео убрали, но, конечно же, это было бы, мне кажется, дополнительным плюсом, если бы еще была видеодорожка. А что мы делаем, это пока мы записываемся, пишем еще и на видео какие-то кусочки, бэкстейджи, и это очень хорошо заходит в Инстаграм, например, ну то есть та аудитория, которая еще не привыкла к аудио, они смотрят привычный им формат видео, если им интересно, они потом потихоньку переходят в подкасты. Здорово. Вигимай, вы как считаете? Вигимай, вы планируете использовать YouTube для своих подкастов? Да, 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 извините, да, мы начали использовать YouTube и выкладываем туда же наши подкасты тоже, но вот интерес, интерес потихонечку растет, к удивлению, да, и будем расширяться, в мыслях пока есть, вот основные вот два кита мы как бы больше акцентируем это Instagram и YouTube. Спасибо большое, Вигимай. Ну, я думаю, да, нужно. Дорида, а вы как поступаете? Ну, к сожалению, это такой тоже трудоемкий процесс, но судя по тому, как растет активность на YouTube от узбекских пользователей, узбекистанских, я думаю, что она, в принципе, имеет место быть, но тут у нас мнения редакции разделились, то есть кто-то считает, что нужно остановиться просто на подкастах и делать их вот в аудиоформате и не сильно париться, потому что если вы хотите делать это с видео, то давайте лучше мы будем писать такие полноценные интервью с видеовыпуски, зачем нам тратить на это время. Сейчас мы пытаемся немного найти какую-то такую золотую середину между этим всем, то есть чтобы это было и вся редакция довольная, было интересно, но в любом случае нужно экспериментировать. То есть вот есть сейчас в Ташкенте «Вершина Фудзи», вот этот как раз подкаст, о котором я и говорила в самом начале, там ребята делают именно с видеочастью, то есть вроде бы как подкаст в классическом понимании, но все равно ты можешь видеть героев, их эмоции, понимать, как они себя ведут, вот, и пока у них очень разнородная статистика, то есть от 70 до 1700 просмотров, то есть там все очень сильно от героя пока все зависит, если понаблюдать за ними еще чуть-чуть, будет понятно, чуть более понятно, как ведет себя аудитория с русскоязычным контентом в виде подкастов, поэтому мы, конечно, понаблюдаем, а потом сделаем какие-то свои выводы на этот счет. Спасибо, Тарита, большое, и давайте я уже подытожью закончу, потому что осталось ровно одна минута. Из всей той боли, что мы сегодня услышали, я думаю, мы понимаем одну главную вещь, то, что если мы хотим монетизировать свой подкаст, нам нужно увеличивать охват, соответственно, нужно больше площадок, больше платформ, даже включая видео, если мы хотим что-то монетизировать. если мы хотим интересных гостей, то нужно их раскрепощать, нужно с ними общаться, то есть не бывает людей, которые не могут разговаривать. Надо просто найти к ним какой-то подход, надо с ними уметь разговаривать, не относиться к ним, как к мебели. И я думаю, у любого человека можно разговаривать. Поэтому этот вопрос тоже, в принципе, мы разобрали. Ну и каково быть с первопроходцем, либо почему пока не получается, все получится. если усиленно работать, не бьешься, не добьешься, то все будет хорошо. И первопроходцам тоже быть всегда нужно, нужно быть новатором. Поэтому всем большое спасибо, большое спасибо спикерам, которые сегодня были, большое спасибо слушателям. Мы постарались максимум ответить на все вопросы, но вот тут и был последний вопрос, мы не успели на него ответить. Могли бы спикеры назвать подкасты «Крок и не прок», к идеалу, к которому они стремятся. Но я думаю, вы можете всем им написать это лично, потому что у всех социальных сетей и они вам, я думаю, все ответят, к чему они стремятся. Всем большое спасибо. Спасибо большое, Искандар. Спасибо большое нашим спикерам. Была очень интересная беседа. Спасибо за такие цифры, данные. Спасибо, что подключились. Я думаю, всем было интересно узнать опыт как раз-таки местных подкастеров и увидеть какие-то инсайты. Поэтому всем спасибо. Кто остается с нами, оставайтесь с нами. Пока у нас есть немножко времени до групповой работы. Я хотела дать, Амина хотела поделиться своим опытом, как раз давайте сейчас. И потом вот Эльдар хотел тоже добавить что-то по своему опыту. Предлагаю Амина Эльдар и потом перейдем к групповой работе совместной. Спикерам спасибо, Искандарам вам спасибо. Всем спасибо. Я хотела рассказать про опыт, который будет, наверное, важен для тех, кто хотел про врачей говорить. А вот эта вот проблема, что на киргызском говорят. Итак, у меня был опыт летом, когда мы развивали группу MedSupport KZ. Если вы не знаете, MedSupport KZ это такая информационная группа ученых, в основном ученых, но есть там и врачи, которые переводят с английского языка научные статьи о коронавирусе и делают дайджесты на казахском и русском языках. Я участвовала в этой группе в самом начале. То есть я именно развивала ее с, там, когда я пришла, Telegram был 500 человек, по-моему, когда я уходила, Telegram стал там 5000, а Instagram, в принципе, просто появился и стал 27-28 тысяч людей. Как мне это удалось сделать? Во-первых, я заставила тех, кто делает работу, выйти паблик. То есть те, кто говорят, вот вы сказали, что вам тяжело найти спикеров, но вы сами, насколько часто вы выходите и насколько часто вы сами говорите о том, что вы делаете, какие у вас цели, почему вы это делаете. Вы сказали, что вы объясняете каждому отдельному спикеру, но вы должны это делать на постоянной основе везде. Вы говорите, мы такие-то, мы делаем вот MedSupport.com, мы рассказываем об этом, мы хотим кто-то, кто-то 50. Как я уже указала, что в своем личном продвижении я часто даю интервью, и практически на каждом интервью я говорила про MedSupport.com, и в то же время мне удалось на вот этих интервью настолько хорошо себя показать и идею MedSupport.com, что те, кто брали интервью, решили мне помочь. Таким образом, я вышла на президента радио Казахстана, вот Казах Радиуса, и мы организовали для казахской аудитории отдельную программу на основе постов в Инстаграме этого MedSupport.com. Посты были на русском и казахском языке, и мы давали им немножко дополнительную информацию. Информация выходила на радио в течение трех минут, то есть аудио дайджест на основе того, что мы делаем. Вы хотите, вам нужно разделить свои цели. Вы хотите, либо чтобы ваша личная программа достучалась до всех кыргызов, которые говорят на кыргызском языке, либо вы хотите, чтобы просто все кыргызы вокруг поумнели. Вы должны разделить свои цели. Правильная цель и полагание поможет вам достичь того, что вы хотите. Вы понимаете, подкасты – это слишком нишево. Радио и подкасты – они близки, но это разные вещи. Если вы хотите, чтобы о вас говорили на каждом радио, если вы хотите, чтобы врачи к вам приходили и рассказывали на кыргызском, тогда вам нужно, во-первых, показать свое лицо. Второе, вам нужно разделить свои цели и начать с мелкого. Например, предложить радио на кыргызском языке делать маленькие дайджесты, где их спикеры, где их дикторы в прекрасном качестве расскажут один маленький, одну-две минуты о том, что вы делаете целый эпизод, и аудитория к вам подтянется. 27 тысяч на Инстаграме – это тот рост, который я смогла достичь. Потом я ушла и перестала этим заниматься, и, к сожалению, СММ среди ученых настолько плохо развит, что после этого группа, конечно, дальше не развивается. Это не значит, что я одна этого достигла, это значит, что надо просить помощи у всех и всюду, и не забывать постоянно просить этой помощи, и не забывать постоянно делить то, что вы можете делать на маленькие-маленькие частички. Где-то вы дали интервью, где-то вы сделали маленький диджест на одну минуту, где-то вы написали пост, где-то вы дали текстом для Tengly News, я писала статьи практически каждую неделю. И не забывайте об этом, если вам нужно продвижение для областей, вам нужны именно вот эти крупные СМИ, которые не будут напрямую с вами работать. Надеюсь, вам будет полезно. Очень круто. Амина, спасибо большое. Очень полезная информация. Если у вас есть возможность, не уходите, оставайтесь. Я думаю, в групповой, в рабочей группе вы тоже очень круто поработаете. Эльдар, у вас тоже было что добавить? Меня хорошо слышно? Спасибо. Смотрите, по гостям хотел пару слов сказать, как мы делаем, на данный момент, почему меня надо слушать, почему я имею право. На данный момент у меня есть личных своих 5 подкастов, некоторые из них на паузе, некоторые активные. И месяц назад мы открыли студию подкастов в Казахстане «Толкан». И сейчас запускаем около 10 подкастов. Половина из них на казахском языке, половина будет на русском языке. Вот. Как мы обычно работаем с гостями? Во-первых, гостей очень много, очень интересных, гостей много, поэтому нужно лучше искать. И сейчас мы в этой студии ищем человека, который будет работать чисто по поискам гостей заниматься, приглашать их, договариваться с интервью и все такое. Допустим, договорились с интервью, как происходит дальше контакт? Мы созваниваемся, разговариваем 10-15 минут, чтобы просто понять, мы можем говорить вообще с этим человеком или нет, у ведущего с этим гостем есть контакт или нет. Во-вторых, этот человек нам нужен или не нужен для подкаста? Может быть, этот человек вообще не тот, который нам нужен? Все. Допустим, это тот гость, который нам нужен. Что мы делаем? Конкретное время, записи устанавливаем, согласовываем. Это с момента, когда гость приходит в студию, он наш гость. То есть мы делаем все, чтобы этому человеку было комфортно. Чай, конфеты, самый удобный стол, все-все-все-все делаем, чтобы этот человек почувствовал комфорт у нас. То есть никакого пренебрежительного всякого момента. С момента захода сразу включаем, нажимаем кнопку и сообщаем прямо в запись, что запись началась, но в принципе мы будем дальше работать вот так. То есть не будет такого, что вы поговорили, а потом нажали кнопку записи. Не надо. Сразу приходит, нажимаете кнопку записи и сообщайте, что вы записываете. Если вдруг завтра вопросы какие-то встанут, ну это поможет вам как-то защитить свои права. Нажали запись, снова 10-15 минут просто разговор ни о чем, не о теме подкаста, просто как погода, как приехали. Вы читаете инстаграм этого гостя, прокомментируйте последние посты, классно было, не классно было, все. Установите контакт, а потом уже потихоньку, потихоньку переходите к теме. И потом у нас есть один подкаст, называется «Право на право». Там мы поднимаем правовые вопросы казахстанские. И ведущий, я сейчас открою инсайт, ведущий всегда делает так. Они начинают подкаст и потом вот это начало, начальные пять минут перезаписывают в конце, когда уже контакт был установлен полностью со спикером. Это вот такой вот момент по гостям хотел сказать. По боли, по боли хочу сказать, моя личная боль в Казахстане как подкастера, как человека, который прям, я очень как бы люблю подкасты, это начинающие подкастеры бросают подкасты на полпути. Три, четыре эпизода и все, дальше человек просто пропадает. Очень большая просьба, не бросайте, пожалуйста, подкасты, продолжайте их. и как бы такой, я сидел, брал информацию и сделал такую маленькую формулу успеха подкаста. Это очень интересный контент плюс настройки распространения и постоянство. Вот три ключа успеха любого подкаста. Я точно говорю любого подкаста. На любую тему можно сделать очень интересный подкаст. Конфеты, стикеры, чай. Это образно голосу ни то, ни другое. Ну, в принципе, как бы ваше, ваше. Нужно, чтобы гостю было комфортно сделать. Вот, в принципе, вот такая вот цель. Есть еще одна мысль про деньги. В подкастинге деньги есть. Я делаю деньги. Одна минута только у вас, Эльдар. Одна минута. Все, про деньги. Момент такой. В подкастинге деньги есть. Их можно сделать очень, ну, не то, чтобы легко, но их можно сделать. Но не обязательно подкасту делать деньги. Все. Это не сама цель. Спасибо. На этой контроверсиал мысли, наверное, мы закончим сегодня панельной дискуссии. Спасибо вам большое, Эльдар. панельной